Всем привет, добро пожаловать на канал На Пару. Сегодня мы с вами смотрим видосики из ТикТока, вам прошлый выпуск очень понравился, и я решил, что даже будет лучше сделать этот выпуск с Даней, потому что это как раз то поколение, которое фанатеет от ТикТока. Ты же фанатеешь от ТикТока? Я от него не фанатею, но он у меня был скачен, и там в рекомендациях высвечивался только Майнкрафт. Ну, видимо, ты это искал, поэтому тебе его давала. Так что... Не, мы будем смотреть, что мне рекомендуют моему аккаунту. У меня, кстати, есть ТикТоки, я туда практически ничего не выкладываю, поэтому не подписывайтесь, значит, ссылка в описании. И если вы наберете здесь 20 тысяч лайков, то выйдет следующий эпизод, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А мне безумно страшно, что мы сегодня тут увидим, потому что в прошлый раз я отходил, наверное, неделю. Она похожа на лифку немножко, нет? Такое. Высоко интеллектуально, да? Очень. Ну, давай дальше. Тут ноль комментариев, это... Тупо! Кто-то же еще и в комментариях напишет, классно, господи, как они это сделали, ну... Да? А-а-а, как они додумались? Гениально! Давай дальше. Я думал, он моложе тебя даже. Типа все сальтухи будут? А, ну... Все? Ну ладно, пусть... Ну, прикольно. Молодцы, делают сальто. Я не умею. Ладно, прикольно, но... Как-то обрывисто. Да. Ладно, еще бы третьего показали, а то музыка... А тут всех узнали? Типа, кого всех? Их всего два. Вот это самое дикие вообще там. Ты понял смы... А вот как молодое поколение, объясни мне смысл. Я даже... Я ничего не понял. Вот больше всего меня раздражают вот примитивные ролики, а не разделены любви. Как, допустим, они там трое стоят, начинают фоткаться, они сзади берутся за руки, он разворачивается и начинает хлопать. Вангуй, нам сегодня такое попадется, по-любому. Форсаж снимается в Тбилиси, нифига себе. Это правда Форсаж? Слушай, прикольно. То есть, ничего прикольного? Нет, это Форсаж, машины. Да, это кадры, там же было, по-моему, такое прикольно. Ну ладно, это нормально хотя бы. Да, тут ничего такого нет. О, Янго. Ты его смотришь? Нет. Ну, не похуй. Я так монтировал четыре года назад такие штуки. Да. Его лицо было максимально близко к фейлу. Прям музыка, когда не в тему. Типа, ну ладно, можно было что-то другое, какой-то другой мотив. Да, типа, тут обычная песня, так еще и бас-буст. Не знаю. Помнишь, Дань, мы с тобой и Алиной записывали на батутах разные вот эти штуки? Надо будет обязательно туда вернуться, это было круто. Тебе понравилось тогда? Да, но... Надо найти что-то сложнее. Не, в принципе, неплохая тема была, но если там, допустим, отдельная такая территория, где просто батуты были. Да. Там эта металлическая сетка и обычная натяжная, было бы интереснее. Все, я организую, договорились. О, малый повзрослел. И что? Я совершенно даже не понял, что это футбольный видос. Во-вторых, он не попал в ворота. К чему музыка здесь вообще? Я тоже не понял. Он даже мяч не взял. Если бы он хотя бы круто отбил, да? Или хотя бы там развожился и поймал мяч. Алина лучше бьет. Давайте дальше. Это все постановы. Она не настолько штупая, она бы ушатала. Ну, она бы по ногам точно была понятна. Да, кстати, обувь-то видно, что в другую сторону. Да. На то много лайков. Так что... Два миллиона лайков. Слава богу, никакой музыки нет. Да, кстати. Да, это прикольно. Да, это прикольно. Это нормально. Ой, это Дауа. У него новый трек. Слушай, такие же кучи роликов, где они стоят и якобы перепевают песню. Дань, ты лучше танцуешь. Короче, вообще не пастет. Класс. Воу, и че? Они и так нормально стали точно так же. Не, ну ладно, если бы ты собрала там тысячу лайков, но... Миллион шестьсот. Наверное, самые крутые клипы, это где вообще нету музыки. Ну, как бы, чтобы они строились на какой-то идее, а не просто танцуешь под музыку или читаешь. Ребят, не знаю, что там делать. А, ну ладно. Ох, нифига себе, нога. Ну, ладно, это может еще как-то интересно посмотреть. Ну, музыка, опять же. А ты видел видосики про собаку, которая на дерево вверх забегает так же? Нет, я не видел. Там, типа, закидывают наверх специально какой-то корм для нее, чтобы она хотела туда бежать. И она прям по дереву, по-пологому запрыгивает туда. Похоже, овчарки-то их тренируют так. А, я видел. Это постанова, она бы проснулась. Ну, да, сто процентов. Пена же холодная. А, да, пена, ну, она такая еще жидкая, неприятная была бы в любом случае. А она прям, о, спит. Разоблачение от Эвониона, короче, постанова. Вот, сейчас, вот, это то, что ты любишь. Сейчас кто-то будет аплодировать. Ну, типа, любовник там позвонил, не знаю, кто-то еще. У меня уже и тикток отказывается это грузить. Так, я только сейчас понял, давай пересмотрим. Она ничего не говорила по телефону. Смотри на ее губы. Она, типа, позвонила братку, чтобы он разобрался, смотри. Она ничего не говорит. Она даже губы не открыла. Боже мой. Там должен быть я дальше. Ты, типа, ее парень или кто? Короче, кто-нибудь, вмонтируйте меня туда. Ничего себе. Ну, ладно. Это еще прикольно, это интересно. Офигеть, смотри. Даже не знаю. А, да. Ну, это не постановка. Ну, девочка точно узнает это. А, ну, не, я думаю, именно... Ну, вот это да. Это какого-то точно. Лол. Гения! Вот, допустим, если... Это неизвестный ему человек. Да. Он сразу подходит и бьет его по лицу. И потом убегает. Это еще окей. Это был Бэдвард Билл уже. Не бейте девушек. Нельзя. Ну, это забавно. Знаешь, когда сходил на два занятия по борцухе, да? И решил проверить прием на своей девушке. А вот это Алине показывать нельзя. Хочешь, если его душ. Да, кстати. Ну, давай, покажи мастер-класс. Он уже в музыку не попал. Он, короче, в конце не добежит просто двече. А, добежал. Ну, бьет, как моя бабушка. Но попал в девять. Нормас. Ну, слабо ударил. Ой, еще футбольчик. Ну-ка. Ну, он просто чеканит и... Он даже... Зачем обрезать самый интересный момент? Видимо, не попал вообще по мещу, наверное. Он просто его включит? Серьезно? Нет. Ну, не может так быть просто. Круто. Мы сегодня как хейтеры сидим. Несколько было прикольных, но остальное вызывает вопросы. Ну, вот. Креативно. Круто сделано. Это как фильм был с Ди Каприо. Как в Докторе Стрэнджи. То же самое. Когда, типа, они бегали по стенам. Ну, молодец. У чувака 12 тысяч лайков. Обидно. А те девочки, которые просто шли, переоделись, у них полтора миллиона. Ха. Вот. Здесь уже 60 тысяч человек. О, это моя любимая. Еще Братков позовет. Он увернется, покинет и будет омладировать. Кошелек кинет. Или что? О, боже мой. А, ну ладно, тут еще деньги. Самое, что мне не нравящееся, здесь практически во всех этих роликах, вот такого типа, одни и те же люди. Вот этот чувак в каждом видосе первой. По кругу друг с другом снимает. Хе-хе-хе. Сейчас страйк будет. Я полагаю, сейчас страйк будет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жалко девочку. Ваня, это смешно. Да. Я не знакомлюсь. А, ну ясно. Ты что так долго ехал? Да блин, пробки. Она усмехнулась, потому что, ну, бы сразу понятно. Еще футбольчик, давайте. Угу, ага. Что? Ну, я еще не понял. А, просто он его якобы обвел. И все. А, камень в воду кинет. Я думаю, это отличный ролик, чтобы закончить. Потому что то, с чему мы пришли в ТикТок, это кидание булыжника в воду. Это, мне кажется, уже все описывает. На самом деле, в ТикТоке есть классные видосы, но просто порой, правда, не хватает креатива. И что-то очень странное. Хотя, возможно, просто я старый. Ну, вот сидит рядом мелкий парень, который говорит, что ему тоже это не нравится. Хотя, возможно, он врет. Я не вру, но все-таки... Это же бесполезно. Ну, вот серьезно. Ты просто делаешь какой-то бред, машешь руками, потом вставляешь под эту музыку и ждешь, что у тебя будет куча лайков. Тем более, главное, популярную музыку вставить, которая вот сейчас, типа там, сердцеедку вставить. Что-то, что вышло недавно. И будет успех. Но, в целом, я, пожалуй, хорошо. Надеюсь, мы вам тоже подняли настроение. Если хотите больше роликов в здании, поддержите этот выпуск лайком. Подписывайтесь на его инстаграм, на этот канал. И, как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok